Десульфатация Десульфатация, когда на пластинах образуются кристаллы, которые препятствуют нормальному оттоку заряда от них. Данное же устройство позволяет растворить эти кристаллы назад в растворе электролита и восстановить емкость аккумуляторной батареи. Десульфатация 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 Всем остальным, кто будет смотреть это видео, сейчас расскажу. Итак, это второй вариант зарядного устройства, которое у меня есть. Собрано оно своими руками. Опять же, радиотехника – второй мое хобби. Вот. Такая вот лицевая панель управления сделана. Здесь есть все необходимые органы управления. Это амперметр, вольтметр, это тумблера управления плюс световая индикация, также предохранитель. Здесь стоит вентилятор, чтобы продувалось. Вот. Сделаны такие отверстия со стороны трансформатора. Вкратце об этом зарядном устройстве, что могу сказать. Оно предназначено для заряда всех типов аккумуляторов – кислотных и щелочных – от 1,5 до 15 вольт. Регулировка диапазона. Стоком заряда, в моем случае, от 50 мА до 6-7 А. Возможен заряд как маленьких пальчиковых, так и стартерных обычных, всем знакомых, аккумуляторных батарей. Имеется схему стабилизации зарядного тока. То есть, по мере заряда аккумулятора ток заряда не падает, как у обычных зарядных устройств, а поддерживается на установленном уровне, что позволяет очень качественно заряжать аккумулятора и, в принципе, практически не контролировать ситуацию. То есть, мы установили необходимый ток заряда вот этим потенциометром. Проконтролировали его. Он должен равняться 10% от емкости аккумулятора. И все. И по мере заряда ток у нас не меняется, напряжение будет расти. Дальше. Кроме того, есть функция десульфатации, то есть, так называемого тренажа для предотвращения процесса сульфатации, это химическое разложение пластин аккумулятора. В отдельных случаях я с помощью этого зарядного устройства даже восстанавливал аккумулятор. Десульфатация, и что это такое, в принципе, вы можете найти в интернете, это очень долго рассказывать. Десульфатация, когда на пластинах образуются кристаллы, которые препятствуют нормальному оттоку заряда от них. Данное же устройство позволяет растворить эти кристаллы назад в растворе электролита и как бы восстановить емкость аккумуляторной батареи. Повторюсь, чудес это зарядное устройство не делает. Если у вас осыпалась банка, там помутнел электролит и так далее, не ждите как бы чудес. Нужно реально оценивать ситуацию. Дальше. По органам управления. Это у нас комблер включения. Здесь загорается красный светодиод. Это режим десульфатации. Это переключает у нас шкалу диапазона. Один к десяти, один к одному. Да, есть еще и ножки здесь. Вот они. Раз, два, три, четыре. Корпус выполнен из пластика. Очень удобно. Он разбирается нетрудно. Верхняя крышка вот эта я использовал от люминесцентных ламп, от офисных, подогнав по размеру. Здесь вот так вот я аккуратно высверливал маленьким сверлышком, чтобы не было сколов. Вентилятор высококачественный, высокооборотистый, малошумный. Ну, чтобы было понятнее, давайте я вам покажу сейчас принципиальную схему устройства. Вот оно. Это не сложная схема. В принципе, ее может повторить начинающий радиолюбитель. Никаких проблем здесь нет. Вот. Так что, у меня, конечно, есть ряд изменений в этой схеме, которые я произвел. То есть, у меня вместо составного вот этого транзистора у меня стоит один мощный. Ну, в управлении я оставил также амперметр. Вот этот шунт я собрал из десяти резисторов. Это к лучшему. То есть, он практически вообще не греть не было в наличии. У меня пришлось приобретать такие мощные 20 или 25-ваттные резисторы. Так, что еще? Подключение, значит, реализовал я. Поставил вот такую колодку стандартную. Евро. Чтобы не было проблем с поиском вилок там и так далее. Ну, друзья, такое вот устройство. Единственное, что я не доделал. Моя лень такая осталась на том же уровне. Это я не распечатал. Вот сюда вот уже был подготовлен специальный трафарет. Надо было только распечатать на двусторонней ленте. Я хотел сделать и подписать все органы. Также поставить сюда такие дуги, защитные ручки. И ручки для переноса сделать здесь, здесь, на этой стороне. Ну вот, где-то все разрозненно валяется. Все уже есть. Но так я это и не установил. Что дальше? Давайте подключим с вами аккумулятор. У меня есть вот такой, от бесперебойника. Сейчас их любят устанавливать, потому что они, в принципе, не требуют какого-то обслуживания. Вот, нужно смотреть, чтобы на аккумуляторах, здесь бывает, пишет максимальный зарядный ток. Превышать его ни в коем случае не нужно. Аккумулятор закрытый. То есть, под этой крышкой находятся резиновые маленькие крышечки такие, которые закрывают банки. Ну и они могут взорваться элементарно. Поэтому будьте аккуратны, если таковым занимаетесь. Сейчас я подключусь. И мы с вами попробуем включить режим зарядки, десельфатации. И я вам все дальше расскажу. Здесь зарядная вот так вот висит, как бы стоит. Это я специально, чтобы было удобнее снимать, подложил вот такой вот динамик. Ну и сейчас все увидите. Итак, подключил аккумулятор. Но сейчас я не нашел родные провода, которые я здесь изготавливал. Они у меня в гараже, скорее всего. Подключил, пока так временку набросил. Просто продемонстрирует вам. Вот, аккумулятор сейчас заряжен. 12 и... почти 13 вольт, да? Ну вот, сейчас увидим. Да, подключил я такую временку. Заряд аккумулятора где-то 12,8 вольта. Ну что, поехали. Значит, это у меня здесь, значит, регулировка тока. В принципе, больше никаких регулировок-то и нет. Только вот выставляем ток заряда и все. Запускаю. Включился вентилятор. Значит, тумблер один к одному. Это чувствительность прибора. Просто там по схеме вы видели, да? Чувствительность прибора увеличивается. И начинаем добавлять амперы. Ну вот, к примеру, да? Мы видим, что ток изменяется. Я убрал. Ну, скорее всего, на камеру вы не увидите. Ну, так будет более заметно. И вот видно, что напряжение растет. Если убрать. Ну, вот, в принципе-то и все управление. Все довольно просто. Никаких проблем. Вот. Дисульфатация. Вот фиолетовый светодиод синий. И, получается, у нас идет разряд. Но дисульфатация там настроена на автомобильные аккумуляторы. То есть на определенную емкость. Эту емкость несложно подобрать. По схеме это R10 и R11 два резистора. Соответственно, ток разряда там можно подбирать. Ну, вот. В принципе-то и все. Вот таким вот образом все это работает. Здесь вот зеленый светодиод. Он индуцирует, когда полный заряд аккумулятора. Эту схему я еще не дополнил. Нужно будет сделать. То есть, как только аккумулятор приобретает полный заряд. Это там около 16 вольт на клеммах. То зарядка будет отключаться от сети. Из плюсов этого зарядного устройства, что я могу отметить за время эксплуатации. Значит, вот я, если добавлю выходной ток. Сейчас вот мы снимем с аккумулятора. Вот у него холостой. Да, показывает ток около 10 вольт. Оно не боится коротких замыканий. Абсолютно. И искры никогда не будет. Это тоже большой плюс. Ну, плюс в чем? В том, что... Сейчас выключу вентилятор, чтобы не гудел. В чем плюс? Плюс в том, что искры никогда не будет. Соответственно, когда идет зарядка аккумулятора, неизбежно закрывается водород. И, например, это пожароопасность. Просто напросто произойдет, если замыкание на клеммах зарядника. То есть, во время подключения, например, вы включили тумблер, но клеммы еще не подключили к аккумулятору. Ну, бывает такое. Забегались там еще что-то. Устали. И при подключении может возникать искра. Здесь этого нет. То есть, абсолютно пожарообезопасность выполнена. Предохранитель стоит на лицевой панели очень просто. Раз. Потерочку вставили. Повернули. Вытащили. Проверили. Использую я его, не знаю, очень давно. Уже, наверное, года четыре или пять тоже лет. Вот. Мне хотелось именно попробовать вариант с десульфатацией. Так ли это, как об этом пишут. Либо работает это, либо не работает. Да, действительно, десульфатация – это процесс сульфатирования пластин, но в обратном, да, эффекте. То есть, можно сделать, восстановить емкость аккумулятора. Но, повторюсь, нужно смотреть, в каком состоянии аккумулятор и так далее. Из интересного, давайте я вскрою корпус и покажу вам начинку, как она исполнена. У нас всех нас Miss miss tиillyroom с насообразили. Продолжение следует... Ну вот, имеет вот такие вот внутренности. Сейчас сниму камеру, покажу вам поближе. Вот такое вот исполнение. Единственное, что меня не устраивает... Видите, да, здесь я посадил на отдельный диодный мост, он у меня был. Не жалко, так скажем. Вот такое вот исполнение. Два радиатора, один побольше, один поменьше. Тот, который более нагружен, я вот посадил. Вот видно, да, ПТ-2. Транзистор сидит у меня. Да, и вместо вот составных транзисторов я использовал... Сейчас, как вам показать. Вот. 827-й. Если здесь 827-й, ПТ-1. А вот тот транзистор тоже ПТ-827. Вот наборный блок из резисторов. По схеме он обозначен как R6. Общее сопротивление 1 Ом получается. Мне удалось это вывести. Здесь вот такая вот плата управления отдельно. Небольшая собрана. На двух транзисторах тоже. Так, потенциометр. Такой вот у меня. С переменным сопротивлением. Опять же, ребят, собирал из того, что было. ВД-4, ВД-5. Подписывал, чтобы было проще. Ну, вот тут старые советские головки измерительные. Реостат. Ну, вот так вот я это делаю и исполнил. Вентилятор, как показала практика, довольно шумный. Если на него все 12 вольт подавать. Поэтому там в схеме я добавил ограничитель напряжения. То есть на него идет меньше 12 вольт. Либо обмотка, что ли. Я уже не помню, друзья. По-моему, обмотка просто меньше 12 вольт. Я подаю на вход. Да, и из того, что за время эксплуатации, значит, этого радиатора вполне хватает. По схеме второй транзистор больше греется. Ну, вот этот составной, который, да. Я вот поставил такую мощность с запасом. Дальше. Трансформатор, который я использую в данном варианте, опять же, из того, что было, он слабоват. То есть он не выдает где-то 7-8 ампер. Это в такой 80% загрузке он будет выдавать 10 ампер. Он не выдает. То есть, ну, на самой уже на выходе схемы не получается. И входное напряжение у него довольно низкое. Ниже, чем я бы хотел. То есть на вход надо где-то 18-20, наверное, подавать, чтобы получить необходимое. Ну, у меня, в принципе, хватает мне для моих целей. То есть это 60 ампер часов аккумулятора. Если заряжать, этого зарядки более чем достаточно. Вот. Ну, друзья, как-то так. Такое вот устройство у меня. Скоро будут видео по Юнкеру. Поэтому смотрите. Подписывайтесь на канал, чтобы не потерять меня в сети интернет. Оно очень обширно. Вот. По радиотехнике даже не знаю. Выносить сюда эти видео нет. Ну, вроде как зарядное устройство для автомобилей, для мотоциклов. Оно актуально. Поэтому я это вам показываю. Другие свои радиоштучки я, конечно, вам здесь показывать не буду. На этом канале. Возможно, сделаю один канал, посвященный радиотехнике. Потому что это мое второе хобби. Оно ничуть не меньше по значимости для меня. Мотоциклетная тематика. Я подразумеваю, что пусть будет по мотоциклетной тематике. Я вам тут не показываю другие свои вещи. Пока все, друзья. Спасибо, что смотрите меня. Подписывайтесь на мой канал. Всем всего доброго и всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok